всем привет с вами Сергей Пономрёв и сегодня будем с вами делать вот такую вот баночку для страба поехали так как это делал я у меня заранее есть подготовленный файл фото скачал с интернета рей баночки закидываем сюда видим наше изображение находится неизвестно координатах рандомно поэтому мы наладим мышкой на положение и нажимаем на клавиатуре backspace и так же самое на вращение backspace теперь нам нужно поднять нашу баночку на 90 во вращении и я ее развернул вот так 90 градусов далее подниму ее это принципе не принципиально но я делаю так затем создаем объект добавить мышь окружность вот наша окружность баночки растянем и нажмем клавишу tab перейдем в режим редактирования теперь нажмем полупрозрачность вот здесь вверху в верхнем окне нажмем на клавиатуре клавишу е и будем вытягивать для того чтобы она вытягивалась по нужным оси мы выбираем эту ось на клавиатуре мне нужна ось з нажимаем z и теперь она вытягивается по оси z вот так далее выбираем нижние точки далее выбрав нижние точки нажимаем клавишу е и на клавиатуре и экскрудируем наш участок опять клавишу z выбираем масштабировать уменьшаем ее опять клавишу е изменяем опять клавишу е и так далее выстраиваем по рисунку возьмемся возьмемся как мы видим что то Вправе хорошее З Нет, сейчас, секундочку Продолжение следует... 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 войдем с режима редактирования применим наш нашу объемность опять войдем в режим редактирования давайте добавим петель повод сюда и немножко ее вытянем давайте добавим плоскость чтобы поставить нашу баночку на саму плоскость и не играться с такими вот моментами поставили не поставили вот здесь вверху есть инструмент привязка выбираем нашу привязку и заходим в саму привязку настройки и убираем фейс project и тогда когда мы возьмем нашу баночку он допустим взяли мы нашу баночку за сет навели на пол и она стала четко равномерно нашей плоскости теперь для того чтобы нам сделать нашу резьбу на нашей баночке мы переходим в режиме редактирования ставим вид спереди по оси игре выбираем работу с гранями с ребрами извините просто с ребрами выбираем наше ребро делаем шифт нажимаем комбинацию клавиш shift д далее на выделенную нашу наш выделено ребро нажимаем правой повышей мыши разделить по выделенный материал разделили так выходим с режима редактирования выбираем выбираем нашу наше ребро давайте поднимем его чуть вверх и и теперь на наше ребро мы применим сейчас модификатор винт заходим в настройки модификаторов добавить модификатор винт как видите появилось вот такое кольцо выбираем нужную нам ось ось сет далее выбираем сам винт какой должен быть давайте небольшой потом интер интерпретацией это сегмента вы добавляете длину увеличиваем то есть нас появилась еще одно такое же кольцо но так как у нас резьба так не заканчивается она идет параллельно этой поэтому давайте уберем угол винта и вот давайте оставим вот так так это сделали теперь применяем наш винт добавляем модификатор объемность и делаем нашу резьбу объемной равномерная толщина так давайте зайдем центральную точку центра геометрии объекта опустим на нашу баночку можно было конечно еще меньше винт сделать но уже сделали ладно так смотрим как это выглядит теперь добавим модификатор подразделения поверхности я думаю неплохо можно объем увеличить немножко вот так затем применяем наши модификаторы сначала применяем модификатор объемность потом применяем модификатор в разделение поверхности далее выбираем нашу резьбу нашу баночку нажимаем объединить вот наша резьба готова саму баночку можно сделать немножко меньше давайте зададим правой клавишей мыши задать центральную точку в центр геометрии объекта выбираем уменьшить можно вот так поменьше сделать затем опять же чтобы поместить на пол опять же выбираем нашу привязку у меня уже выбран фейс project переместить берем за нашу ось и перемещаем на пол так ну давайте теперь сделаем для нашей баночки крышечку переходим в режим редактирования вершины и давайте выберем пожалуй наверно вот здесь для того чтобы вы выделить все вершины по кругу нам нужно нажать alt и выбрать нашу вершину давайте даже вот это вот нажимаем нашу вершину с помощью зажатой клавиши alt у нас выделяется все вершины по кругу далее нажимаем shift D после Z перемещаем чуть повыше так но наскачет потому что мы не отключили с вами привязку отключаем привязку поднимаем чуть повыше далее на наших вершинах нажимаем правой клавишей мыши разделить выделенные выходим с режима редактирования выбираем наше наше колечко заходим в режим редактирования по вашей tab опять зажатой клавишей alt выбираем все вершины нажимаем на клавиатуре F английскую то есть мы схлопнули наши вершины точнее объединили далее давайте посмотрим как это будет выглядеть так закрывается давайте немножко больше сделаем да и чуть чуть так же видите если мы так будем делать то оно шаги большие то есть слишком быстро увеличивается нажимаем клавишу shift давайте по вот это будем уравнять да давайте поднимем вот так затем выберем работу с ребрами экструдировать и экструдируем наши ребра ну вот так примерно выставили зададим центр нет так посмотрим что у нас получилось да все верно так теперь идем в режим редактирования выберем работу с гранями выберем нашу грань инструмент выдавить во внутрь и идет так выберем полупрозрачность экструдировать и экструдируем внутренняя часть вот так вот так теперь для того чтобы у нас крышечка не было такой с такими острыми гранями давайте сделаем вот что мы нажмем control а на клавиатуре применим все типы трансформации вернем задать центр объектом геометрии далее войдем в режим редактирования выберем работу с ребрами давайте выберем верхний и нижний для того чтобы выбирать для того чтобы выбирать поочередно то есть выбираем сначала нажимаем клавишу alt выбираем верхнюю грани точнее ребра извините нажимаем с зажатым клавишем alt нажимаем клавишу shift и выбираем нижнюю теперь можно зайти в настройки вот здесь вверху ребро фаска ребер а можно нажать сочетание клавиш ctrl d и здесь выбираем нашу фаску выбираем ширину скоса и теперь давайте сегменты добавим чтобы более кругленькие были давайте пять добавим правой клавишей мыши гладкое затенение и посмотрим что у нас получилось поднимем крышечку да видите у нас крышка внутри скругленная заходим в режим редактирования и выбираем работу с гранями выбираем нашу внутреннюю грань и выбираем инструмент выберем выдавить вовнутрь вот так вот так вот давайте немножко экструдируем вот так вот раз разрезы петлёй так выбираем грани Убираем эту грань через Shift и эту грань. Нажимаем Alt, выбираем кольцо одних граней, нажимаем Shift и другую. Выдавливаем вовнутрь и с режимом масштабирования нажимаем Shift и немножко выдавливаем вовнутрь. И у нас получится вот такой вот эффект. Наша крышечка готова. Теперь добавим текстуру стекла и текстуру на крышку. Перейдем во вкладку Render. Тип отображения во Vue Пройти будет как на рендере. Источник освещения. Давайте немножко его усилим. Вот здесь есть лампочка. Это настройки нашего освещения. И здесь есть сила. И поставим 5000. Здесь во вкладке с рендером настройки рендера я ставлю Cycles. ГПУ Учисление. Ставлю шумоподавление автоматический и не выбирая ни Albedo, ни Albedo Normal, а ставлю нет. Далее выбираем наш объект. Нашу баночку. Вот здесь есть вкладка настройка материалов. Создать. Создаем материал. Во вкладке поверхность выбираем BSDX стекла. Как видите баночка уже матовая уже получилась. То есть убираем шероховатость. Ну я ставлю точку 0.5. Поставим 150, 1150. Это переломление нашего стекла. Точнее показатель переломления. Можно 1050 поставить. Как видим баночка уже приобрела нужный нам вид. Теперь выберем крышечку. Создадим материал крышки. Выберем цвет. Уберем немножко шероховатость. И добавим металличности. Немножко нашей крышечки. Далее можно поставить источник освещения. Еще один добавить. Создать. 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 Уберем. Давайте сделаем более-менее нашу плоскость. Приемлемое для рендера в будущем. Выберем 2 ребра, нажимаем клавишу E, Z, поднимаем повыше, выбираем центральное ребро, нижнее, правое, левое, Ctrl, B на клавиатуре. Выйдем с режима ориентирования, нажмем правой клавишей мыши на нашу плоскость, гладкое затемнение. В один источник освещения можно даже добавить. Продолжение следует... Давайте посмотрим что у нас там с резьбой. Как видим все объекты у нас прозрачные. Баночка стеклянная получилась. Посмотрим на плюшечку. Давайте еще войдем в режим редактирования. Выберем нашу плюшечку, режим редактирования. Выберем работу с гранями, внутреннюю грань. Вот здесь во вкладке с материалом мы нажимаем на плюсик добавить материал. И тот материал, та зона которая у нас сейчас выделена, объект точнее, наша грань. Мы вот этот вот созданный материал назначаем на эту грань. Создать. И давайте пускай это будет черный цвет. Выберем режим редактирования и посмотрим. Для рендера можно сделать... Давайте настроим нашу камеру. Чтобы настроить нашу камеру мы наведем на левую часть экрана. Вот здесь вот. Там где у нас viewport. И где у нас настройки нашего рендера. Там файл, правка. Вот здесь в угол нашего viewport наведем. И когда появится крестик, отведем его в правую сторону. Далее здесь мы поставим с вами камеру. Видите отображение? Не такое, как нам хотелось бы. Выбираем нашу камеру на этом окне. Заходим в настройки объекта. И опять же наводим на положение. Нажимаем Backspace на клавиатуре. И на вращение Backspace. Затем поднимаем нашу камеру. Поворачиваем ее на 90 градусов. Отводим в сторону. И глядя на наше второе окно viewport. Настраиваем нужное нам отображение. Здесь можно поставить Shift-S. Так, нет, извиняюсь. Выбираем отображение на рендере. Подвинем нашу баночку сюда. Сделаем Ctrl-C, Ctrl-V. Тут мы можем открыть нашу баночку. Ну, допустим, это если вам нужно показать, как она выглядит. Как выглядит сама крышечка. Можно было, конечно, поиграться с физикой. Но это уже в следующий раз. Продолжение следует. Продолжение следует. Затем, когда настроили все. Можно добавить текстуру нашей плоскости. Немножко ее изменить. Чуть-чуть. Вот так вот. Конечно, можно еще и со светом поиграться. Продолжение следует. Все. И затем заходим в подкладку Render. И Render изображение. Либо же нажимаем на клавиатуре клавишу F12. И ждем результата. Так, наша картинка отрендерилась. И смотрим, что у нас получилось. Ну, вроде бы неплохо. А вы как считаете? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok